Взаимовыгодное сотрудничество. Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов восьми государств. Сегодня Беларусь активно работает на традиционных рынках и осваивает новое. О чем еще говорил президент. Антиковидный душ. В Бобруське привычным делом стала дезинфекция пассажирского транспорта и жилых домов. Мы обрабатываем полидезом. Идет 50 грамм 10 китров воды. Как и чем обрабатывают. Повторением мать учения МЧС продолжает мониторинг частных домов, где печка – главный источник тепла. Большое внимание мы уделяем таким гражданам, как лица, злоупотребляющие спортными напитками. Это одиноко проживающие пенсионеры, старики. Какими правилами пренебрегают Бобручане? А также участки для голосования, экспорт автобусов и решения Минздрава. Прием пациентов в поликлиниках, включая осмотр на дому, будет вестись в субботу и воскресенье. С какого числа? Доверительные отношения. Президент принял верительные грамоты по слов в 8 государств. Это представители России, Вьетнама, Доминиканы, Лаоса, Марокко, Нигерии, Чадо, Шри-Ланки. В своей речи Александр Лукашенко говорил о развитии отношений с каждой из стран, дипломаты которых приступили к службе. Также глава государства обратил внимание, чтобы лучше узнать, чем живет белорусский народ, необходимо знать историю борьбы за свободу и суверенитет. Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х, начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и может в любой момент перейти в горячую фазу. Текущее положение дел спровоцировали системное разрушение архитектуры международной безопасности и нарастающая милитаризация европейского региона. Причем для нас очевидно, кто является инициатором этого процесса. Дестабилизация ситуации в мире способствует все более масштабное применение некоторыми государствами нелегитимных санкций как одного из проявлений неоколонизма против неугодных им стран, что неизбежно ведет к санкционным войнам. Сегодня Беларусь активно работает на традиционных рынках и осваивает новое. Мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству все государства. Дипломаты приступают к работе в эпохальное для страны время. Через три недели стартует референдум по обновлению Конституции. И у каждого из них есть время разобраться в сути происходящих в стране процессов. Президент подчеркнул, белорусский народ сам определяет свое развитие без всякого давления извне. Антиковидное СПА. Бобруйские троллейбусы продолжают проходить процедуру дезинфекции. Особо тщательно обрабатывают ручки-поручни перед выходом на линию, на конечных пунктах и по возвращению в парк. Бой с микробами и вирусами ведется практически повсеместно. В жилых домах, автобусах, магазинах. Ольга Васенда о здоровых привычках. Свести к минимуму риск заражения. Эта задача не только для медиков, но и для коммунальщиков. Работники в подъездах обрабатывают все, к чему прикасаются жильцы. Домофоны, дверные ручки, выключатели, перила, почтовые ящики плюс лифты. Ежедневно с 8 утра до 5 вечера. В качестве Д-средства используют полидез. Вот такой пульверизатор – одно из главных орудий работы. С его помощью дезинфицирующее средство распыляется на мелкие капли, что позволяет обработать каждый сантиметр подъезда. Весь процесс занимает 10 минут. И так каждый день. Еще один проверенный способ борьбы – генератор холодного тумана. Он в несколько раз эффективнее распылителей, благодаря мельчайшим размерам частиц, которые более равномерно покрывают поверхность и действуют на большей площади. Дезинфекция происходит согласно к графику, утвержденному алгоритмом. Но иногда дезинфекция у нас проходит чаще, чем установлено графиком по просьбе граждан. Потому что к нам вращаются люди в ЖЭО, на предприятии. Когда они узнают, что сосед заболел ковидом, они просят провести дополнительную дезинфекцию. Мы никогда никому не отказали. Персональный антиковидный душ в расписании и общественного транспорта. Утром, днем и вечером в троллейбусном парке специалисты проводят дезинфекцию. Особое внимание уделяют поручням, сидениям и стеклам. Это самые популярные места сборов микробов. Мы обрабатываем полидезом. Идет 50 грамм 10 литров воды. Мы работаем вдвоем, поэтому надо темп и скорость 20 минут. Еще до появления COVID-19 общественный транспорт обрабатывали только в автопарках. Теперь и на конечных остановках после каждого рейса. Это примерно 7-9 раз за смену водителя. Профилактика включает и меры личной гигиены. Водители обеспечивают запасом одноразовых масок и антисептиками. Ежедневно каждый троллейбус, выезжающий на линию, проходит данную процедуру с сертифицированными средствами. На текущий период это полидез. Далее силами водителей троллейбусов на конечных остановочных пунктах, это по маршруту номер 1 каждые 30 минут, и по маршруту номер 2 каждые 40 минут данная процедура повторяется. Кроме того, в салонах троллейбусов есть антисептики. Через каждые полтора часа проводится проветривание не менее 10 минут. Созданы все условия для безопасных поездок, но не стоит забывать и о личной ответственности. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и антиковидный этикет. Ведь наше здоровье в наших руках. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. 25 лет объединяя лучшие. На Белшине встретили участников автопробега. По приезду гости возложили цветы к памятному знаку воинам-землякам, защитникам Отечества в год 75-летия Победы Великой Отечественной. Акция посвящена трем значимым событиям. Году исторической памяти, предстоящему республиканскому референдуму и 25-летию образования концерна «Белнефтехим». Большина входит в число тех предприятий, которые на протяжении текущей недели встречают данный автопробег. Мы рады приветствовать наших гостей, наших коллег по концерну «Белнефтехим» у себя на Бобруйской земле. Мы проводим этот автопробег в преддверии важного политического события, республиканского референдума. Хотим призвать все наши организации, всех жителей города Бобруйска прийти на избирательные участки, выразить свою позицию и не оставаться в стороне от участия в политической жизни страны. В актовом зале «Белшины» прошла встреча с трудовым коллективом. Обсуждали развитие нефтехимической отрасли, а также изменения и дополнения в основной закон страны. Дальше автопробег отправился в Лиду на предприятие «Лококраска». Финал акции пройдет на Вополоске на Нафтане. Увеличение пассажиропотока, республиканский референдум и подготовка к учениям. Подразделения ПВО, вооруженные зенитными ракетными системами С-400 «Триумф», прибыли в Беларусь, когда начнется активная фаза. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси завершилось формирование участков для голосования на республиканском референдуме. Всего их образовано 5510. Напомним, он пройдет 27 февраля. Наибольшее число пунктов сформировано в Гомельской и Минской областях – прием пациентов в поликлиниках, включая осмотр на дому, будет вестись в субботу-воскресенье. Решение принял Минздрав. Такая практика вступит в силу с ближайших выходных – 5 и 6 февраля. График приема будет установлен индивидуально каждым руководителем метаучреждения. Сообщается, что данные изменения будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. До июня этого года МАЗ поставит в Санкт-Петербург почти 900 комфортабельных автобусов разных модификаций, которые работают на природном газе. Это ноу-хау. За последние месяцы в город Наневе отправилось уже 260 таких машин. В планах Минского автозавода наладить сотрудничество с северной столицей России и по поставкам еще одного экологически чистого вида городского пассажирского транспорта – электробусов. Подразделения ПВО, вооруженные зенитными ракетными системами С-400 «Триумф», прибыли в Беларуси с Дальнего Востока России. Дивизионы комплексов участвуют в проверке сил реагирования Союзного государства. Задачи по противовоздушной обороне расчеты будут выполнять на одном из полигонов Брестской области. В настоящее время производится инженерное оборудование и маскировка позиций, обслуживание техники. Активная фаза, а это совместное учение «Союзная решимость-2022» начнется 10 февраля. С начала 2022-го Белорусская железная дорога перевезла более 4 миллионов человек. Число пользователей услугами увеличилось на 104%. В международном сообщении этот показатель превысил 110 тысяч пассажиров. Напомним, ранее БелЖД восстановила работу сервиса онлайн-покупки билетов после технического сбоя. Таким образом, снова можно покупать квитки на поезда через сайт и мобильное приложение. Согреваясь с умом, сотрудники МЧС продолжают отслеживать состояние дел в частных домах. В центре внимания специалистов – отопительное оборудование, печки, погреватели, котлы, зачастую неправильное использование которых приводит к трагическим последствиям. В очередной рейд отправилась и Карина Гуревич. Если за окном минус, хочется, чтобы дома был плюс. Для комфортной температуры многие используют печи, обогреватели или отопительные котлы. Но далеко не все следуют правилам безопасности. Напомнить и где-то подсказать о мерах, которые помогут избежать трагедии – главная задача сотрудников МЧС. Инспектор МЧС Евгений Тосик, у нас сейчас проходит месячник пожарной безопасности. Особое внимание к пенсионерам. На кооперативной 15 проживает семейная пара. Дом отапливается двумя печками. Все исправно. Электропроводка здесь тоже в порядке. Но есть и пару недочетов. Отсутствует предтопочный лист и пожарные извещатели. Я, например, очень переживаю за все это. И очень боюсь всегда. Печки мы не оставляем. У нас постоянно дома никуда. Стараемся вот протопили, закрыли и все. На Пионерской 3 тоже печное отопление. В доме есть дети, но к топке их не допускают. Датчик дыма только один – на кухне. Сотрудник МЧС напоминает – поставить их нужно во всех помещениях. Особенно там, где есть риск возгорания. Если хочешь, чтобы не на улице мерзли и где-то проситься потом. Поэтому саня готов летом, а телегу – зимой. Так мы и делаем. Профилактика должна быть всегда. Потому что есть люди, которые даже не хотят об этом думать. Им все равно. Ну вот и костер тут разжечь среди дома, если замерзают. Еще перед наступлением холодов каждый хозяин обязан подготовить свое отопительное оборудование и при необходимости отремонтировать его. Сам процесс топки ни в коем случае нельзя доверять детям. Оставлять огонь без присмотра – тоже в списке запретов. Не сушите и не складируйте на печку дрова, одежду или другие вещи. Иначе беды не избежать. Пожары в частном секторе особенно опасны. Дома расположены буквально в метре друг от друга. Срабатывает эффект домино. Огонь охватывает одну постройку за другой. Хотя такое происходит крайне редко. Спасатели прибывают на место ЧП незамедлительно. В пятницу температура опустится до минус 12. В такую погоду, как никогда, становится актуальна проблема перекаливания. Кирпич перегревается, теряет свою прочность и начинает разрушаться. В большой мороз печку лучше топить несколько раз в день, понемногу. Процесс хоть и трудоемкий, но безопасный. Работу в жилом фонде также проводят и социальные службы, администрации, работники МВД, газовая служба, энергогазнадзоры и другие. Большое внимание мы уделяем таким гражданам, как лица, злоупотребляющие спиртными напитками. Это одиноко проживающие пенсионеры, старики, многодетные семьи. То есть люди, которым нужно повышенное внимание. В городе и районе с начала года произошло уже 15 пожаров. Три человека погибло. По статистике, каждый третий вызов из-за неправильного использования отопительного оборудования. Старая электропроводка, трещины на печах, отсутствие извещателей – все это нужно приводить в порядок в короткие сроки. Иначе дела, отложенные в долгий ящик, можно и вовсе не успеть сделать. Карина Гуревич, Максим Галеон, Кабаб, Руиск, 360. Рокировка на тренерском мостике. Альберт Рыбак, новый главком футбольного клуба «Белшина». В прошлом сезоне специалист ассистировал Виталию Павлову, хотя большую часть чемпионата провел с приставкой ИО. К слову, Павлов остается в тренерском штабе красно-черных. Сейчас команда продолжает подготовку к новому сезону высшей лиги. Один из этапов – турнир в Бресте, который стартует уже завтра. Шиники сыграла с местом «Динамо». Стоит отметить, контракты с клубом подписали Исаев, Васильев, Кухарчик, Трояков и Хаританович. Продолжается продажа абонементов на домашние матчи. Цена вопроса – 30 рублей. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»